Хей-хоу ребятки! Всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. У нас сегодня обзор новой игрушки под названием Tower of Time. Игра находится на стадии разработки, игра на английском языке. И сегодня мы посмотрим, что это за игра. Выберем уровень сложности, но наверное нормальный. И отправимся познавать этот чудесный мир. Какая эпичная заставка! Рассказывается история, которую мы, пожалуй, пропустим. Английского все равно не знаю. И это лишь потратит мое и твое время. Поэтому я сам вам сейчас все расскажу. Так, хорошо, мы в игре. 20 лет спустя. Окей. Игра от третьего лица. Игра в виде стратегии. Мне это уже безумно сильно нравится. Графика отличная. Ну что я могу сказать? Реально, графика хорошо смотрится. Мне безумно сильно нравится. Наверное, нет. Слишком буквально так вот будет. Самое лучшее. Так, окей. Идем дальше. Пока что обучение. Изведываем мир. Сейчас нам все покажут, объяснят. Куда что надо нажать. Где как пройти. Вижу монетки различные вверху. Кристаллики. Так, хорошо. Статуя. Он разговаривает со статой. Ему очень плохо. Ему скучно, одиноко. Так, статуя, кстати, довольно интересная. На Линкольна похоже. Не знаю, так ли это. Большой город. Внизу библиотеки. Все в кристаллах. Выглядит солидно, дорого, красиво. Так, хорошо. Что нам нужно дальше сделать? Очень большая зала. Ничего нельзя открыть. Хорошо, пошли обратно тогда. Если здесь нет прохода, значит нам нужно идти обратно. Правильно? Я по Калиберии считаю это именно таким. Нам нужно найти где-то спуск. Вот как раз таки лестница вниз. Все очень просто. Не нужно паниковать сразу же, если у вас что-то не получается. Блин, красиво нарисовано. Красивые текстуры. Знаете, такая не ультра качественная графика, но довольно нежная и приятная для просмотра. Мне нравится. С высоты казалось все гораздо красивее. Гиганты какие-то, каменные големы. Так, здорово, ребят. Вроде как они даже дружелюбные. Что весьма странно. Интересно. Интересный мир. Я так понимаю, это храм каких-то волшебников или что-то в этом духе. Так. Нам рассказывают о каждой из статуи, кто в какую эру правил. Знаете, чем-то напоминает мультфильм «Аватар». Магический кристалл. Хорошо. И так, я предполагаю, что мы перемещаемся с помощью этого кристалла. Нам показывают историю, что случилось, что было, что произошло. Или что произойдет. Хорошо. Опять это крутая заставка. Не, ну реально, классная заставка. Я ничего против нее не имею, но она выглядит, что каждый раз так высвечиваться. Так, вот. У нас уже команда. Посмотрите, как все быстро происходит. Хорошо. Они разговаривают между собой, ведут беседу, что им нужно делать, что предстоит сделать и какое задание перед ними стоит. Один из нас отсекся, обиделся. Мы остались вдвоем. Хорошо. Я? Это я? Что ли? Только повзрастрел уже, скорее всего, или как? Я нашел золото. Отлично. Вот теперь уже началась игра, уже можно рассматриваться, искать. Возможно, где-то есть какие-то ободетки, кристаллики, вещи. Нужно быть более внимательным. Вижу, вон еще золото мерцает. И тут тоже золото мерцает. Хорошо. Нет, обязательно. Я думаю, к нему не обязательно подходить. Можно издали просто нажимать и забирать. Но нет. Все же надо подойти, чтобы активировать и забирать. Хорошо. Чудесное дерево. Очень красиво выглядит. Я думаю, нам тоже нужно было это сделать. Соберем голдишку. Есть. И здесь еще одна валялась. Хорошо. Вроде тут больше ничего не было. Нет, туда нельзя пройти. Ну, я смотрю, там есть какой-то проход. Думаю, может быть, и правда можно будет пролезть. Но нет. Враги. Первые враги, что ли? Это что такое? Это скелеты. Это нечисть. О, да, детка. Я люблю нечисть. Отлично. Погнали. Сейчас будет наш первый с вами бой. Да. Так. Fight. Поехали. Нас перемещают. Отлично. Бои происходят на отдельной арене. То есть, это все разделяется на локации. Хорошо. Интересно, пошагово или нет? Давайте посмотрим. Возможно, даже будет пошаговая боевка. Да. Мы играем полностью пошагово. Нас двое. Луччица моя отстреливает. Отлично. Так. Он кастует. Сделал каст в меня. Так. И я сделал ответный удар и убил его. Но пока что я лично никак не взаимодействовал. Опять-таки простреливает всех. Луччица одни подходит ко мне. И, кстати, я так понимаю, бои идут в артоватическом порядке. Скорее всего. Да. Совершенно верно. Я в боях не участвую. Автоматически проходят все бои. Но, я так понимаю, я буду участвовать в развитии и направлении наставления своего персонажа. Посмотрим. Еще идут скелеты. Да сколько их там? Слушайте. Вроде было намного меньше. Так. Stop defeat time. Вот. Процентовка. То есть, мы защитили пока 52%. И впереди еще 48%. То есть, они будут еще выходить. У тебя это 63. А завершенный этап. Блин, это интересно. Довольно, знаете, необычно. Я, по-моему, ранее такого еще не встречал в стратегиях. Где-то определенно нравится. Особенно в ПК-версиях точно не видел до этого. Хорошо. Идет еще на нас отряд. Это уже идут маги. Все кастуют в воина. Как его покилить бы? Слушай. О! Это что такое? Этого я ранее не видел. И я погиб. Возможно, я слишком долго слоупочил на самом деле. А теперь я могу перебещаться. Твоевай. Значит, все-таки я делал что-то неправильно, ребят. Прошу прощения. Но это же обзорная игра, правильно? Так, хорошо. Сейчас мы его убьем. Можно его как-то поднять? Да, давай поднимем его. За 5 голдежки. Хорошо. Оказывается, там и скиллы у меня были. Представляешь? Представляешь, дружище, там у меня даже скиллы были. Я что, знал? Я же не знал. Хорошо, давай зайдем сюда. Теперь можно здесь осмотреть. Все. Хорошо. Это арбалет. Так, отлично. Арбалет у девчонки подойдет. Можно как-то ее одеть? Скелета посматривать нельзя. Здесь вот голдежка лежит еще. Ну, опять голды как раз-таки на воскрешение я столько и потратил. Поэтому, ладно. Хорошо. Вот наши персонажи. Так, отлично. Давайте-ка мы наденем ей арбалет в руку. Перчатку ей тоже можно что-то кидать? Это она у меня будет слишком сильно одетая. Давайте перчатку поставим. Рыцарю. Хорошо. Ей, кстати, нельзя ставить. Так, что у нас тут есть еще интересного? По очкам я уже буду что-то изучать. Где-то у меня нету очков. Так, пока что ничего не доступно. Скиллы. Так, а есть очки у меня скиллов? Да, есть одно очко для улучшения. Так, и здесь очень много веток. Ребята, вы только посмотрите. А, обалдеть. Так, ну это хилл, а дальше все остальное пока что закрыто. У меня открытие три ветки и все. Так, первый левел я, наверное, буду изучать все-таки хилл. Мне кажется, это самое разумное. Так, и нет, не буду изучать, потому что все-таки нету очков у меня пока что. Так, а есть распределение характеристики. Так, хорошо, в силу кинуться. И ей, наверное, все надо в скорость кинуть. Она же улучшится у нас, правильно? Так. Ну вот у нее я могу выучить, да? Вот, да, у нее я смог выучить, а у него я не смог. Почему? Говорят, из-за того, что я могу сейчас только на ускорение, чтобы изучить, и все. И здесь могу тоже. Давайте вот этот скил изучим. Хорошо, все, отправляемся дальше. Так. А что это такое? Там какие-то, какая-то нечисть. Слушай, можно туда зайти? Нет, в эту пещерку мне купать нельзя. Хорошо, пошли тогда вверх. Осмотримся здесь. А, у нас тут телепорт есть. Довольно интересная игра. Реально, очень сильно не хватает русского языка, конечно же. Но ничего не поделаешь. Я думаю, мы сюда сможем телепортироваться, если вдруг умрем. Хорошо. Много текста. И я надеюсь, дальше будет меньше, или можно его будет как-то отключить. Пока что предполагаю, что это все из-за того, что идет обучение. Ну, первые бои, все дела. Так, хорошо, статы. Так, стоп, а мы здесь уже были только мальцом, правильно? Давайте посмотрим, что теперь тут дойдет. Так, я к сундуку этому не могу сейчас попасться. А вот если обойду, то смогу. Надеюсь, в этот раз я с големами биться-то не буду. Так, хорошо, топор отошел для себя. Отлично. Давайте сразу поставим персонажу топор. Супер. Так. Библиотека. Что-то произошло. Хорошо. Пошли вниз. Посмотрим, что теперь тут. Что? Простите. С големами. Как это так? Он мертв или он типа лежит, отдыхает? Или сейчас будет драка? Я немного не понял. Сейчас посмотрим. Все плохо или все хорошо? Потому что камни эти какие-то не очень приятные. Так, что с этим случилось-то? Да, fight. Да? Да, теперь они стали врагами почему-то. И интересно. Так, хорошо. Я отправляюсь. Давай подведем ее поближе. Так, вот сюда. Она может теперь кастовать. Так, я атакую тоже. Черт возьми, я попал в ловушку. Это что за дать? Как с ее выбраться-то? Нет, 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 нет. Нам нужно ее спасти. Кастуем в него. Хорошо. Отлично. Давай, давай, давай. Мы должны как-то сближаться максимально. Так, что у нас есть здесь? У нас тут тоже есть какая-то... Ой, какая хорошая стрела, слушайте. Мне нравится определенно. Это было не плохо. У меня не восстановились никакие дамы. Это дерьмово. У нее очень мало хп на саоптоделе. Так, я ей восстанавливаю немного здоровья. Моя основная задача убить голема. Потому что... Ну, это дополнительный кристалл, который, я думаю, пропадет. После того, как я убью его. Хорошо. Врушили до него камнем. Вал. Так. Вот дерьмо. У нее проблемы. Я... Она сейчас умрет. Умри, скотина. Все, да, она умерла. Я пытался ее спасти. Слишком много камней. И переключаться с голема на камней было бы глупо. Возможно... Возможно, я допустил ошибку. И мне бы сейчас надо было бы убивать камни. Но у него так мало хп. А скиллы так долго восстанавливаются. Я попал еще и в ловушку. И все. Это поражение. Черт возьми. Отлично! У меня осталось очень мало. Очень мало жизни. Ребят, вы не представляете просто. Это невероятно. Я все-таки сделал все верно и смог его убить. А после боя я все-таки остаюсь жив и погибаю только на время боевочки. И все. В катке. Хорошо. Забираем золото. Я нашел еще один топор, я так понимаю. Можно... Да. А какой лучше? Ну, тот, по-моему, лучше будет. Да, этот лучше. Хорошо. Пошли дальше. Давайте все-таки осмотрим эту пещеру. Вижу там золото. А где золото? Там и я. Заберем монетки. Так, сундука я там не увидел. Возможно, что-то пропустил. А возможно, сундук был и здесь. Хорошо. Так, вот вновь этот же камень. Сейчас попробуем вновь к нему подойти. Посмотрим, что случится в этот раз. Так, мы все здесь. Теперь мы в сборе. Мы втроем тут. Так, и нас опять куда-то перебещают. Так, хорошо. Меч и кольцо. Он сел на трон. Я взял меч и взял в награду кольцо. Так, и дальше нам показывается, что нам нужно будет отправляться вниз. Хорошо, я заберу меч. И заберу кольцо. Отлично. Так, давайте посмотрим. 7,6 серьезно. Зато я могу... Так не хочу. А, вот как. Я могу в две руки взять. Nice. А это двуручный, что ли? Я... Ни хрена не пойму. Ладно, давайте попробуем тогда вот так. А кольцо... Что у нас кольцо дает по характеристикам? Армор 10 кп. Да, нормально. В принципе, можно на него цеплять. По характеристикам у меня есть очки новым. Да, три очка есть. Тоже в скорость пока что. Она довольно медленно. Я хочу, чтобы она быстрее это все использовала. Вот так. По скиллам у меня больше дополнительных очков нет. Здесь надо все в силу бросить. Хорошо. Так, ну что, ребятки. Дальше мы отправимся вниз. Но отправимся вниз мы уже в следующем видеоролике. Всем вам большое спасибо за то, что меня смотрели. С вами был Бородай. Это Tower of Time. Надеюсь, вам очень сильно понравилась эта игра. Как и мне. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok